Телеканал КРТ представляет И как мы с вами и предполагали в одном из предыдущих выпусков, Вашингтон не упустит возможности использовать очередные экономические трудности Боливарианской республики. 26 марта министр юстиции США Уильям Барр обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и 14 членов его ближайшего окружения в торговле наркотиками, наркотерроризме, коррупции и отмывании денег. Предложив вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, ведущую к захвату и судебному преследованию Мадуро. В тот же день эта информация была продублирована на сайте министерства юстиции США с уточнением, что Мадуро и другие высокопоставленные чиновники Венесуэлы предположительно сотрудничали с ФАРК, чтобы, используя кокаин в качестве оружия, затопить им Соединенные Штаты. Видимо, имеет смысл пояснить, кто такая ФАРК, сотрудничество с которой приравнивается для руководства Венесуэлы к отягчающим обстоятельствам. ФАРК – испанская аббревиатура от Революционной Вооруженной Силы Колумбии. При этом в полном названии организации присутствует также словосочетание «Армия народа». Это леворадикальная повстанческая экстремистская группировка Колумбии, изначально сформированная в 60-х годах прошлого века как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Война ФАРК против официальной богаты стала продолжением десятилетней гражданской войны между сторонниками Консервативной и Либеральной партии Колумбии, в которой коммунисты сражались на стороне либералов. Тьфу на них во всех моих программах. После примирения этих партий и создания коалиционного правительства, коммунисты и непримиримая часть либералов продолжили борьбу, уведя свои отряды в непроходимые центральные кондельеры. Созданная в 1964 году, ФАРК теоретически выступала как партизанское движение, в отдельные моменты контролируя более 45% территории страны, введя с переменным успехом войну против регулярной армии Колумбии и укрепивших ее американских командос. ФАРК с 80-х годов прошлого века вступила в неоднозначные отношения с колумбийскими наркоборонами, введя для них так называемый революционный налог, гарантировавший охрану плантаций коки, в том числе и от регулярной армии, в обмен на гарантии, что все 100% произведенного кокаина будут направлены за пределы Колумбии, желательно в Соединенные Штаты. Кроме всего прочего, ФАРК организовывала в рамках городской герильи террористические акты похищения заложников и убийства политиков. В 2001 году, через 37 лет после ее создания, Госдепартамент США внес ФАРК в список террористических организаций. Аналогичное решение принял Евросоюз. По версии Кубы и Венесуэлы, эта организация является партизанской, действующей на основе боливарианских идей. В программе ФАРК было записано «Мы – военно-политическая организация, находящаяся в оппозиции правящему режиму Колумбии, ведомая идеями Маркса, Ленина и Боливара. Мы боремся за социалистическое общество, дабы восстановить справедливость на всей планете, начав с нашей Родины». Конец цитаты. Однако после подписания мирных соглашений с правительством Колумбии, ФАРК осенью 2017 года преобразовалась в политическую партию «Единая революционная альтернативная сила», сохранив испанскую аббревиатуру «ФАРК». Также на сегодняшний день уже нет такой организации, не говоря уже о том, что за подписание Первого мирного договора с ФАРК, тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира за 2016 год. Как бы то ни было, у американских союзников очередная атака Вашингтона на Каракас восторга не вызвала. Так британский полуофициоз в лице Би-Би-Си, пересказав обвинения в адрес Мадуро и его соратников с сайта американского Минюста, на этот раз не забыл о пресловутых стандартах журналистики, добавив, цитата, «Мадуро отверг обвинения правительства США и назвал их ложными. Ранее он обвинял США и Колумбию в заговоре против Венесуэлы и разжигании насилия в стране. Мадуро убежден, что США хотят его сместить, чтобы получить доступ к нефтяным запасам страны». А вот немецкий полуофициоз «Немецкая волна» в развитии темы новых обвинений Вашингтона в адрес Николаса Мадуро напомнил, что Белый дом пытается продвинуть на его место самопровозглашенного президента Хуана Гуайда. Вслед за многообещающим по заголовкам «беспомощность Хуана Гуайда» журналисты «Немецкой волны» безжалостно констатируют, цитата, «Когда Хуан Гуайда в начале 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, ему еще удавалось мобилизовать народные массы в свою поддержку. Однако за последние месяцы эта поддержка ослабла, и Мадуро, несмотря на усиление санкций со стороны США, по-прежнему уверенно правит страной». Конец цитаты. А вот реально, хотя и на всю голову независимая британская The Guardian, разразилась оперативным комментарием, в котором почтенные публики напомнили, что согласно американским же данным за 2018 год через боливарианскую Венесуэлу прошло 210 тонн кокаина, в то время как через проамериканскую Гватемалу в 6 раз больше. The Guardian приводит слова Джеффа Рэмси, директора венесуэльской программы в мозговом центре Вашингтонского офиса по Латинской Америке. Цитата. «Венесуэла является далеко не основной стороной транзита кокаина для Америки. Если бы правительство США хотело решить проблему с кокаином, оно бы сосредоточилось на коррупции в таких местах, как Гондурас и Гватемала, оба правительства которых администрация баловала в последние годы». Конец цитаты. Ну, завет Франклина Деланно Рузвельта, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, никто в Штатах не отменял. Кстати, The Guardian напоминает, что в октябре прошлого года, цитата, «президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был назван соучастником в суде Нью-Йорка по делу его родного брата Хуана Антонио Эрнандеса, осужденного по делу о крупномасштабном сбыте наркотиков». Однако, по итогу, президенту Гондураса, который является близким соратником администрации США, обвинения не предъявляли. Конец цитаты. «Для полноты латиноамериканской наркокартины можно только упомянуть, что, согласно сообщению Reuters, в прошедшее воскресенье 29 марта президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор, посетив маленький городок Бадирагуата, пожал руку матери самого известного уроженца этих мест, знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана, сделавшего свою маленькую родину оплотом наркокартеля Синалоа. При этом сам Гусман отбывает пожизненное заключение в Соединенных Штатах, но его дело продолжил сын, Овидий Гусман Лопес. Когда в октябре прошлого года полиция задержала Овидия, то боевики наркокартеля с боем отбили его. Думая, это во многом объясняет желание президента Мексики пожать руку мужественной женщине, воспитавшей таких сына и внука. Ну, а возвращаясь к главной теме последнего месяца, расскажу вам свежий мексиканский анекдот. В связи с эпидемией коронавируса в Соединенных Штатах, власти Мексики высказали готовность помочь Соединенным Штатам достроить стену вдоль границ. Ну, а возвращаясь к Венесуэле, отметим еще один интересный момент. Чтобы выйти из-под американских санкций, Роснефть продала правительству России свои активы в Венесуэле, которые, судя по всему, достались вновь созданной компании «Росзарубежнефть» со стопроцентным государственным капиталом. И здесь мы тоже можем ожидать важных событий, маркеров. Снимут ли штаты санкции с Роснефти, наложенные за торговлю венесуэльской нефтью, и введут ли их против «Росзарубежнефти»? Несомненно, что эти вопросы неизбежно станут частью переговоров между Вашингтоном и Москвой в рамках Тройственного нефтяного союза.